Всем привет, меня зовут Аскар и с вами снова канал IT Verdict. Если вы смотрели мое видео про аппарат для лазерной гравировки, то вы наверное помните о том, что я сказал, что сейчас многие технологии, которые раньше были недоступны простому покупателю, постепенно начинают появляться на прилавках, при том по приемлемой цене. К таким технологиям, безусловно, можно отнести и 3D печать. И если вы помните, когда эта технология только выходила на рынок, то минимальная цена на 3D принтер колебалась в районе 60 тысяч рублей. А сегодня, буквально несколько лет спустя, мы можем позволить себе купить 3D принтер уже до 15 тысяч рублей. И при этом у нас будет даже небольшой выбор. И сегодня мы поговорим как раз о таком представителя. Это 3D принтер Tronxy X8, который мне прислал магазин Gearbest. Я сразу скажу, что это мой первый опыт работы с 3D принтерами, поэтому постарайтесь не судить строго. Стоит он как раз в районе 10 тысяч и, что немаловажно, он приходит в виде DIY, то есть конструктора из огромного количества деталей, из которых все вручную собирается, то есть собирается сам принтер. И когда я говорю огромного, я имею ввиду огромного. Все, начиная от винтиков и маленьких элементов, заканчивая каркасом собирается вручную. Разве что только экструдер, дисплей и несколько других частей приходит в собранном состоянии. Все остальное вам придется собирать самому. Показывать весь процесс сборки я не буду, поскольку лично у меня он занял несколько часов. А ускоренное видео этого процесса уже есть на странице этого принтера на Gearbest. Итак, сам процесс сборки, скажу сразу, далеко не из легких и, как я уже говорил, занимает несколько часов времени. Все зависит от вашего опыта и умения пользоваться инструкциями. Инструкция здесь есть, она не на китайском и если делать все по ней, то у вас все получится. Однако некоторые шаги все же объяснены не настолько подробно, как хотелось бы. Сам 3D принтер состоит из нескольких основных частей. Это, естественно, сам экструдер, который движется по направляющим, это блок питания, плата управления и, что немаловажно, с карт-ридером и с портом для подключения к компьютеру, дисплей со специальной крутилкой для навигации в меню, стол, который также движется по направляющим и, конечно же, то, на чем все это держится. Это каркас. Ну и немного о принципе работы. Для начала 3D модель в одном из подходящих форматов закидывается в специальную программу, да еще в комплекте. Называется она Repeater Host. Далее настраиваем программу по инструкции и запускаем слайсер. После необходимых расчетов мы уже получаем просчитанный вариант данной модели с картой маршрута и слоями. После старта печати в экструдер поступает материал. В данном случае это PLA пластик, либо ABS. Остальные варианты я, если честно, не проверял. Далее посредством нагрева экструдер выделяет расплавленный пластик через сопло на поверхность нагретого стола, на который уже предварительно нанесена специальная бумага. Такая бумага нужна для того, чтобы деталь было проще отсоединить от стола после печати. Однако в моем случае комплектную бумагу я умудрился угробить уже в первый же день калибровки принтера и потом я в дальнейшем использовал обычный малярный скотч. Однако помимо скотча существуют также варианты с зеркалом, клеящим карандашом и многие другие. Далее по просчитанному слайсером маршруту начинается послойная печать детали. И тут самое главное то, насколько хорошо лягут первые несколько слоев. Если устройство и сам стол хорошо откалиброваны и первые слои легли правильно, то далее скорее всего все будет в порядке. Сама программа позволяет менять размеры детали перед печатью, пропорции, прочие параметры, контролировать температуру и имеет огромную тьму настроек. Разобрался я лишь в основных из них, поэтому как видите, даже после начальной калибровки печать получается не идеальной. Конечно же, с простым кубом у устройства не возникало никаких проблем. Однако, когда я пытался распечать более сложные детали, то уже начинали проявляться огрехи настройки и калибровки. И кстати, максимальный размер модели, которую можно напечатать на нем, 220 на 220 миллиметров это по горизонтали и 200 миллиметров по вертикали. И сейчас я поделюсь несколькими нюансами и советами для тех людей, которые только хотят попробовать себя в 3d печати. Во-первых, при сборке делайте все не торопясь и пошагово. Конструкция выполнена таким образом, что если вы вдруг забудете присоединить какой-либо элемент, то велик шанс, что вам придется обратно все разбирать и начинать сначала. Во-вторых, правильно откалибруйте устройство. Стол настраивается по высоте с помощью винтов на пружинах и, соответственно, при z равном нулю в каждой точке стола экструдер должен быть на одинаково минимальном расстоянии от него и практически не касаться. Точная высота стола настраивается в зависимости от параметров первого слоя печати. Что касается материала, то в комплекте его идет очень мало и его хватит разве что на калибровку и на пару мелких деталей, если повезет. Как видите, я распечатал совсем немного серым пластиком, а далее мне пришлось купить большую коричневую катушку. Также советую вам сразу поместить все провода в пластиковую витую обмотку, идущую в комплекте. Это поможет избежать их запутывания и сделает рабочую область куда аккуратнее. Ну и конечно же обязательно проверьте натяжение проводов, чтобы в любых положениях экструдер не пережимал их, не растягивал и не дай бог не вырвал. И да, при появлении любого вопроса, будь то очистка сопла, настройка принтера или его калибровка, старайтесь сначала ознакомиться с темой и получить ответы в интернете и только потом предпринимать какие-либо действия. Дело в том, что большинство ответов окажется не столь очевидной на первый взгляд и плюс информации в интернете много по этим принтерам, поэтому лучше сразу сделать хорошо, чем потом переделывать. В общем, устройство сложное и интересное, и так как я еще не до конца разобрался со всеми тонкостями его калибровки и настройки, то я планирую сделать еще один выпуск, в котором уже сделаю комплексные выводы и покажу по максимуму, на что способен этот принтер в плане сложных каркасов, сложных моделей и тому подобное. Сегодняшний же выпуск давайте считать, скажем так, ознакомительным, в котором я вместе с вами разбираюсь в том, что такое 3D-печать, с чем это едят и для чего это нужно. А теперь перейдем к предварительным выводам. В общем, если вам хочется попробовать что-то новое, вы любите заниматься настройкой техники, калибровкой, то 3D-принтер такого плана отличное решение. Это как большой конструктор, с которым мало того, что интересно возиться, так он еще умеет делать пластиковые модельки. Также, если вы хотите попробовать себя в 3D-печати, то с данным решением вы действительно ознакомитесь с основными принципами работы и настройки такого устройства, и дальнейший переход к более дорогим устройствам будет действительно осознанным. На этом этот выпуск заканчивается, и я напомню, что будет еще одна часть видео про этот принтер, где будут подробные выводы и то, как проявляет себя этот принтер, будучи откалиброванным. На этом все, надеюсь этот выпуск был для вас интересным, возможно полезным. Если это так, подписывайтесь на канал, оценивайте видео, как считаете нужным, жмите на колокольчик и увидимся в новых выпусках. С вами был канал IT-вердикт, пока! Дорогие друзья, если вы покупаете электронику в китайских магазинах, то очень рекомендую посетить созданный нашим каналом агрегатор товаров. Он располагается на странице ВКонтакте, где вы найдете только лучшие товары от крупнейших китайских торговых сетей. При этом мы избавим вас от многократных повторов одного и того же товара и от недобросовестных продавцов. Из функций вы сможете подписаться на интересующую вас рубрику, оставить заявку на поиск интересного вам товара, а также вы сами сможете найти интересующий вас девайс через поиск по рубрике или в каталоге товаров. Мы будем рады вашей поддержке! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok